сегодня у нас суббота 12 ноября декабря 12 декабря в общем хочу еще раз показать мои цветы потому что они вот уже цветают так жалко еще хочу запечатлеть их красоту как подарок мне на день рождения у меня 7 числа было день рождения у лёши было 28 ноября день рождения и мы не решили не идти банально в ресторан там сидеть наедаться а мы решили поехать в андорру вот и сейчас мы выехали мы выехали из люрета вот это монтерео что называется сейчас у лёши спрошу ой уже здесь так холодно пара изо рта идет о как я замерзла здесь первая остановка у нас мы до андорры поедем 4 часа лёша как называется это место вот такое кафе хорошим-то где можно перекусить в туалет сходить с лёши мы продолжаем путешествие значит вот посмотрите какие открываются виды это чисто идет уже каталанске это каталанский дух деревни где мы даже когда сейчас зашли в бар там все говорили на каталанском языке притом на таком закрытом да это уже катала катала в общем район это называется узона да зона зона и вот мы сейчас даже обратили что внимание что название всех городков там деревень они уже идут такие чисто такие каталанские названия ну-ка лёши как-нибудь помнишь мы сейчас проехали речку которая называлась улло 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 а потом город который назывался далинию далинию ну даже на французский похоже немножко да да вообще каталанский язык практически на 50% состоит из французского языка я это знаю потому что я сейчас учу французский язык и могу отметить что самые лучшие ученики у нас классе это каталанцы ой я по сравнению с ними вообще двоечниц для них французский как для нас украинский да вот какие виды красивые опять чистое голубое открытое небо ну здесь уже прохладно сколько градусов 9 9 градусов мы когда выезжали эти было где-то примерно 13 что это было градусов но это утро но мы сейчас поднимаемся давить вверх да мы уже поднялись но нам еще дальше надо будет приниматься еще больше высота где-то 1300 на 1300-1400 метров это я не хочу останавливаться просто мы заехали в каталанский такой город как он называется Тура послушаю он так похож на эту вот которую ты мы как он назывался где у меня практик это была Мункада Иришак Мункада Иришак похож так вообще тоже какой-то такой же был такой такой какой-то населенный пункт чуть-чуть да 95 километров осталось а сколько мы проехали уже где-то 100 сет а сколько времени мы едем так все это получится если мы в одиннадцать из дома вышли то уже пол второго да мы еще вообще-то заезжали в магазин шапочки купили там чтобы ну мы пойдем в Андорику да в Калдео да в Калдео это там термальные воды да да и там без шапочки нельзя пришлось заезжать в магазин шапочку покупать дамы и господа как водитель дальномойщик и как водитель экскурсионных автобусов я вам хочу сказать что существует такая практика как индивидуальные экскурсии как так и групповые но к сожалению групповые экскурсии автобус набивается людей те которые спешат в Андорру чтобы посмотреть Андорру совершить покупки но не увидеть настоящие прелести того государства или той провинции в которой мы с вами проживаем когда приезжаем на территорию Испании это Каталуния потому что Каталуния это не побережье Костана Каталуния это загадки внутри самой Каталуния это красота ее природы уникальнейшая во всей Испании и горные вот эти пейзажи в том числе горы Монсень по которой до сих пор мы сейчас едем и перины в которых находится Антона так я вам всем советую кататься с нами на индивидуальных экскурсиях спасибо это Каталуния значит городок называется Понс Понс каталанский городок в общем там наверно вообще никто на испанском не говорит да? все наверное на каталанском говорят вот это красиво а это отель такой красивый смотри да да вижу а как ты знаешь что надо сюда заворачивать я по указателям посмотрел на ааа ну ты же обычно все время этот ставишь я не хочу сегодня четкую время слушать как она навигатор тем более что она еще и врет все время вот его вот вот может быть только включу когда мы едем к Андоро потому что я не помню как ехать в этом воде не знаю оооооо уже магазин Перенея Андорре уже реклама начала Андоррских магазинов дао да Ординяя Десегур, Дальсегра, Буйонс... Киньс номс! Мога му, хрст! Тебе не видно, как я иду в Андорро. У Лёши, как ужас! У Лёши сказал на закрытом каталанском языке, мама! Ужас! Ой, кошмар! Это вот в этом районе, вот так они и каталанцы говорят? Такое у них. Если мы тренируем каталанском языке, я не могу сказать, что в каталанском языке, а в каталанском языке, а в каталанском языке. Лёша, куда мы приехали? А я откуда знаю, остановка какая-то, никуда мы не приехали. Музей Мото. Музей Дела Мото. Музео. Вот там мусорка. Сейчас выкину. Там ёлочка внутри. Не снимай, ладно. А чё ёлочка красивая? Купальню. Сейчас. Выкину бастуру. Вон там ёлочка красивая какая. Внутри хорошенькая ёлочка такая. Тоже красивое место тут. Здесь можно отдохнуть, перекусить. Тоже в туалет сходить. В общем, отправились мы сегодня в путешествие. Так я сегодня выгляжу в Пихоре. Потому что там будет холодно. Так я нарядилась. Как ты всё родится? Пока, я надеюсь. А я с тобой стопал до потенческих местах. Всё, что ты не со мной. И помню, тема я совсем пустая. Стало холодно. Тихо холодно. И снова я гнустаю свой альбом. Где мы на футу счастливы вдвоём. Я буду думать только об одном. С кем ты в городе. Но это не любовь И каплями дождя я на огне Рисую то, что часто снится мне Я не уверенно вожу рукой Сядем за тобой, за своей мечтой Касаюсь кубы у луны твоих И ночь чужая не для нас двоих Но почему сегодня далеко Ты так далеко Но это не любовь Начинаю вновь Я тебя искать по свету Только сердце грело Не любовь И застрел кровь Набегают провода И токи между нами И у меня будет рассвет И кофе против ком И это как раз с твоими губами знакомит Я помню как ты прикасался к ней руками Даже не верится, что мы не остались Я пройду для тебя Я пройду для тебя А вот эта гидроэлектростанция Это вот она Леша, это гидроэлектростанция Это гидроэлектростанция А вот эта гидроэлектростанция Это гидроэлектростанция Вот как просто вообще Гидроэлектростанция Это уже пиренея, да? Снижает пиренея По зеленым полям По тенистым садам По гореям И вдальше Обними меня Сильней Измеря мечты Словами И только свет любви Мой тень Между нами Впереди каталанский городок опять, да? Вдруг надо смотреть, как называется. Как вот люди там живут, да? Что это такое интересное городок, где можно найти? Называется Коль де Арго. Коль де Арго. Нарго. А что, они тут динозавров, что ли, нашли? Да. О, ничего себе. Моричка. Речка. Так, нам осталось 20 километров до Андоры. Впереди уже видно снег. Перенеи уже покрыты снегом. Корнолыжный сезон уже начался. Еще по конец. Как? Это уже декабрь. Смотрите, там снег. Это заморозило. Заморозило, точно. Вон там впереди снег. Уже 7 градусов температура. Холодно уже как стало. А вот эта дорога, где мы ее проезжаем. Вот, на 40 пошла. Но это такой серпантин, что ты потом давай на пути закончишься. Аминь.